В Алтайском крае участились несчастные случаи с младенцами. В этом году их произошло уже 12, в том числе 4 трагических происшествия с новорожденными только за июль. Почему умирают дети до года и как не допустить внезапной гибели грудничков, расскажет главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Алтайского края Олег Зуйков. Здравствуйте, Олег Александрович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот 12 случаев, получается, за полгода. Это же много, я так понимаю. Да, увы, это много. Если за предыдущие два года было всего в год 20 случаев смерти детей на дому до года, то в этом году сложилась вот такая трагическая, я бы сказал, ситуация. И мы видим усиление роста смертности детей на дому. Как так происходит? Есть медицинские причины. Ну, их всего в данной категории детей около 30%. Основная часть, практически 70%, это социально-бытовые причины. То есть они благополучные семьи, многодетные мамы. А когда необеспеченные в должном условии для ребёнка до года, то есть нет у него своей кроватки, то есть и, увы, берут детей таких спать к себе в кроватку мамочки. И мы отмечаем, что, как описывает мамочка потом, после наступления трагического случая, там вечером, ночью покормила, утром проснулась, а ребёнка-то уже нет. То есть просто придавливают? Да, увы, придавливают, потому что не обеспечили именно своё место. У ребёнка в этом возрасте должно быть своё место, где он спит. Спать он должен на спине, никак не на животе, никаких дополнительных игрушек, пуховых перин, одеял. Ему не требуется в кроватке. Ему достаточно меру жёсткого матрасика, чтобы он находился на спине в комфортных условиях. То есть температура в комнате от 18 до 22 градусов. То есть не переохлаждать, не перегревать ребёнка. Этого будет достаточно, чтобы избежать данного неблагоприятного события, я бы сказал, более трагического. Плюс наметилась тенденция при расследовании этих случаев, что женщины рано отказываются от грудного вскармливания. Хотя доказано, что как раз грудное вскармливание профилактирует наступление случаев внезапной смерти на дому данной категории детей. И, увы, распространённость вредных привычек доказана, что табакокурение в присутствии грудного ребёнка увеличивает риск развития у него смерти на 30%. То есть он невольно становится пассивным курильщиком, заложником такой вот нехорошей, неблагоприятной привычки у своих родителей. Ну вот, слушая вас, понимаю, что большая часть случаев происходит на дому, да? И получается, по причине халатного отношения или где-то, может быть, неосторожного отношения? Да, именно получается, что именно неосторожно. И когда детей присыпают, я понимаю, что из лучших побуждений берут ребёнка все в кровать, чтобы, ну, забеспокоиться. Мамочка его покормит, он уснёт. Но он должен вернуться после того, как устроил своё место. Потому что взрослый человек и взрослый, он может повернуться, случайно не заметить, как придавить этого малыша, который никак не сможет об этом сигнализировать, то есть повестить, что он испытывает такой дискомфорт, потому что он тоже спит. Вот вы сказали про ранний отказ от грудного вскармливания. Получается, что просто у ребёнка ещё не сформирован иммунитет, мама отказалась, и это как-то провоцирует, в том числе, гибель ребёнка, да? Да, именно правильно. Вы подметили. Грудное молоко, помимо субтрата питания, оно обеспечивает иммунную защиту ребёнка. И поэтому диетологи, педиатры рекомендуют как можно дольше вскармливать ребёнка и не отказываться от грудного вскармливания в период санитарно-эпидемиологического неблагополучия. То есть осенний-зимний период у нас есть. Скоро волна коронавируса очередная. Да, именно. И, кстати, по волну коронавируса мы заметили, что и грудные дети болели коронавирусной инфекцией. Это были дети, которые, увы, вскармливались негрудным молоком. Искусственные. Искусственные. То есть даже женщина, болея новой коронавирусной инфекцией, не требующая госпитализацию, она выделяет защитные моноглобулины в грудное молоко, которое поступает к ребёнку. И ребёнок, получается, защищён от новой коронавирусной инфекции. Так же и с гриппом, и с другими инфекциями. И вот отказ, особенно в возрасте, для ребёнка 4 месяца от рождения, может иметь такие неблагоприятные последствия в последующем. Вот 4 случая в июле. Вы можете сказать, по каким причинам они произошли и где они случились? Два случая, они достаточно близко. Один город Барнол, один Первомайский район, и два случая в районах. В одном случае только у ребёнка была пневмония внебольничная. Родители не обратились вовремя за медицинской помощью, не увидели, когда ребёнок начал, будем говорить, страдать, потому что для него это не хорошая ситуация, когда он заболевает, тем более пневмонией. То есть ребёнок накануне отказался от еды, стал сонлив. То есть и вовремя не обратились за внимание. В одном случае мамочка на искусственном скармлении решила, что оставить ребёнка одного с бутылочкой в кроватке, и, увы, ребёнок аспирировал смесь в дыхательные пути. Захлебнулся. Да, в одном случае у нас произошло, что мамочка взяла ребёнка к себе, сидя, кормила и уснула. А когда проснулась, уже, увы, ребёнка-то и нет. И один случай, когда ребёнок был также на взрослой кровати, но оказался, ребёнок более старшего возраста, около восьми месяцев, он переместился между кроваткой и тумбочкой и оказался в перевёрнутом положении вниз головой и задохнулся. То есть тут надо быть предельно, я так понимаю, внимательными к таким детям. Дети до года, хрупкие ещё создания, и родителям, наверное, проявлять осторожность во всём и во всём. Да, внимания не оставлять этих детей. Были случаи у нас, они не закончились летально, но когда дети падали с пеленальных столиков, то есть мамочка буквально повернётся, взять там подгузник, присыпку, а ребёнок в этот момент переворачивается и падает. То есть такие случаи тоже не редкость. Вот вернусь к случаю, когда ребёнок заболел пневмонией. Вот Вы сказали, просто родители, возможно, не обратили внимания или поздно обратили внимания. Как не пропустить именно вот такие причины медицинского характера? Потому что ребёнок маленький, не всегда родители, особенно, наверное, если это первый малыш, могут вовремя понять и распознать причину. Вот как здесь быть? Увы, действительно, дети до года, они не так реагируют на инфекционные заболевания. У них реже встречается повышение температуры. И как мамочке ориентируется? Ребёнок вроде горячий. То есть, ну они, в принципе, дети в этом возрасте тактильно чувствуются, как будто у них повышенная температура, хотя на самом деле это не так. И первые неблагоприятные признаки как раз являются это отказ от еды, сонливость ребёнка. То есть он всегда просыпался, допустим, в 3 часа ночи, чтобы поесть. И тут он спит, не просыпается. Появляется какое-то стонущее дыхание. То есть это повод бить тревогу. То есть для детей этого возраста ведь характерно это поесть, поспать, выполнить все свои физиологические функции. Если этого не происходит по каким-то причинам, жди полезть. То есть есть причина, почему ребёнок не может, в данном случае он не может есть. То есть у него желание это есть всегда. Надо вот на такие вещи, именно в поведении ребёнка. То есть чтобы ребёнок в этом возрасте, там, кашель, насморк, это крайне редко, это история для более старших детей. Увы, наши детки, они реагируют именно, первое, это отказ от еды, сонливость. Вот такие вот они вялые становятся, неконтактные. Надо смотреть, что на эмоциональный сценарий. Да, да. То есть если он до этого был активный, активно улыбался, играл с игрушками, вдруг что-то изменилось. У него нет причин, чтобы это изменилось. То есть в первую очередь надо исключать медицинские причины. Вот медицинские причины по сравнению с бытовыми, вот какое их соотношение процентов? Медицинские причины, они имеют, во-первых, сезонность с развитием острых респираторных заболеваний, потому что, как правило, приносят инфекцию. Дети, старшие школьники, там, детсадовского возраста, они превалируют в осенне-зимний период. В летний же период чаще бытовые причины. В принципе, это также и прослеживается и у детей более старших возрастов. То есть, видимо, летом люди более расслаблены, сезон отпусков, тепло, и хочется, видимо, отдохнуть, но теряют, видимо, бдительность за своими детьми. Взбывают, что дети, в принципе, могут и по лете в это время года, то есть не обязательно зимой. Поэтому в летние периоды мы видим больше вот таких социально-бытовых причин. А есть ли какие-то технологии, устройства, которые, быть может, позволяют отслеживать ритм сердца, дыхание ребёночка дома, те, которые могут помочь родителям вовремя распознать какие-то неполадки со здоровьем? Да, существует отдельное устройство, можем сказать, и существует отдельно даже приставки к смартфонам, которые устанавливаются на ребёнка. И даже рекомендуется их для родителей, которые родили недоношенного ребёнка, у которых ребёнок перенёс в период рождения, после рождения реанимационные мероприятия, потому что эта категория, в принципе, подвержена риску внезапной смертности. То есть им рекомендуется приобрести так называемый монитор апноэ. Апноэ – это остановка дыхания. То есть и при возникновении остановки дыхания у ребёнка будет издан звуковой сигнал с вибрацией. Либо сигнал поступит на смартфон, если мы говорим про устройство, которое сообщается с устройством родителя. Вот на фоне других регионов, Алтайский край, по случаям смертности грудничков, детей до года, как выглядит? Мы находимся в середнячках, но это не значит, что хорошо. Есть задел, чтобы снизить это. И наша составляющая, помимо медицинской, это именно образовательная для молодых матерей. Что нельзя сделать с малышем? Какой им обеспечить уход, чтобы не допустить этого события? Есть регионы, отличники, можно сказать, где происходит всего два случая в год на весь регион. То есть и для них это событие за гранью. То есть она подлежит расследованию, включая следственных органов. Ну вот два случая в год, минимальное число, да? Особо бдительные родители, там, медицина как-то профилактирует, информирует больше. Как нам добиться таких результатов? И вообще свести вот такие трагические случаи к нулю? Ну, в том числе и медицинские факторы, внимание, средства массовой информации, к простым правилам по уходу за ребенка. Потому что та информация, которая после родов молодой маме может быть доведена, или может быть не молодой маме, ну, может утеряться, забыться. То есть педиатрическая служба при патронажах постоянно должна напоминать те вещи, которые позволят не допустить этого. Ну и внимание, средства массовой информации к этой проблеме. То есть и в тех регионах, где удалось снизить, это именно внимание, то есть информация о том, как ухаживать за ребенком, как его скармливать, она широко доступна и на местных информационных ресурсах, и при выписке из родильных домов, и на педиатрических участках поликлиника. Ну вот в завершении нашего интервью короткий такой совет, предостережение всем молодым или будущим родителям. Что нужно сделать, чтобы, не дай бог, вот такого случая не произошло, как гибель маленького ребенка? Ну, во-первых, берегите себя, берегите своего ребенка, по возможности защищайте от контакта, в первую очередь, с инфекционными больными. У вас есть старшие дети, которые могут принести инфекцию домой. Обеспечьте место для ребенка, где он будет спать, то есть он не должен находиться рядом с родителями. И при первых же неблагоприятных изменениях в поведении ребенка обращайтесь за медицинской помощью. И на первом году не пренебрегайте осмотрами педиатра. Если положено всем детям у нас в один месяц пройти определенных специалистов, вакцинироваться, исследования в поликлинике, этого надо делать. Медицинская составляющая, она именно тут состоит профилактировать, выявить заболевания, возможно, какие-то врожденные пороки развития, которые себя никак не проявляют. Но если мы их вовремя выявим, мы сможем профилактировать, и ребенок будет жить, радоваться и радовать вас, ну и нас. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с главным внештатным неонтологом Министерства здравоохранения Алтайского края Олегом Зуяковым мы говорили о причинах младенческой смертности, о том, как не допустить таких случаев. До свидания.